Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Юсеф Эйхель, я ведущий специалист, развивающий оздоровительного центра БРДАВИД. Я призываю зрителей досмотреть это видео до конца, потому что сегодня покажу вам самые частые ошибки, которые совершают сами родители. Допущение этих ошибок может иметь необратимые последствия. Когда речь идет о взаимодействии с нормотипичными детьми, никто не будет спорить, если я скажу, что любое взаимодействие будет эффективным тогда, когда оно интересно ребенку. Другими словами, тогда, когда коммуникация, взаимодействие происходит на доступном ребенку уровне. Это кажется очевидным, когда мы говорим о нормотипичных детях, ведь мы все знаем, что ребенок любопытен от природы и рад любой возможности узнать что-то новое. А что происходит, когда речь идет об особом ребенке? Во многих случаях мы услышим от родителей, что ему неинтересно. Неинтересно взаимодействовать, неинтересно участвовать, неинтересно играть с другими детьми и так далее. Иногда мама это произнесет стесняясь, а иногда, глядя на вас большими глазами, как вы этого не знали? Это же особый ребенок, он ничего такого не хочет, ему ничего такого неинтересно. Так вот, то, что особому ребенку неинтересно общаться, играть и учиться, это миф. И сейчас я объясню почему. Особый ребенок это самый обычный ребенок, только имеющий некие нарушения развития, то есть имеющий поврежденную центральную нервную систему. Особому ребенку интересно все то же самое, что и обычному ребенку. И играть он хочет, как обычный ребенок, но он не умеет. Не умеет из-за того, что может делать и воспринимать, не все, что может и умеет нормотипичный ребенок. Почему-то всем все понятно, если речь идет о слабослышащем или слабовидящем ребенке. В этих случаях все согласны, что ребенку необходима коммуникация, необходимо общение, игра и обучение, и все то, что необходимо другим детям. Но необходимо найти способ донести это до ребенка. В случае особого ребенка должен действовать тот же принцип. Ему нужно все то, что и обычному ребенку. Только любое взаимодействие должно быть на его уровне. Если ребенок 6 лет по ментальному развитию соответствует 2 годам, то не поможет требовать от него, как от 6-летки. Необходимо подстроиться к нему и подавать материалы на его уровне. Это касается всего ежедневного обихода и обучения, и игр. Родителям особого ребенка бывает сложно адекватно оценить настоящий ментальный уровень особого ребенка. Мы знаем, что и нормотипичные дети все разные, но есть определенные базовые способности, которые мы ожидаем встретить в каждом из детей. Главное отличие особого ребенка в том, что у него могут присутствовать не все базовые способности. Например, он может не быть способен понимать речь или запоминать слова и действия. Более того, все особые дети тоже разные в этом плане. Например, один ребенок способен понимать речь на бытовом уровне, но не способен воспринимать абстракции из серии 1 плюс 1. А другой ребенок не способен понять и запомнить, что это такое проситься в туалет и контролировать свои базовые потребности. Очевидно, что коммуникации и обучение должны быть разными для этих двух детей. Чтобы взаимодействовать со своим ребенком наилучшим образом, родители должны точно знать все его достоинства и недостатки. Для такой всеобъемлющей оценки ребенка в Израиле существуют обследования в специальных институтах, где с ребенком работают несколько разнопрофильных специалистов на протяжении нескольких дней, которые выдают потом подробный отчет о всех сильных и слабых сторонах ребенка. В других странах тоже есть аналоги подобного обследования. Если родители хотят точно знать, в чем их ребенок отстал, а в чем он силен, они должны пройти подобное психодидактическое обследование. На базе такого обследования возможно подобрать методики обучения, которые будут работать именно с вашим ребенком самым наилучшим образом. Родители могут сравнивать своего ребенка с аутизмом, с другими детьми, без учета индивидуальных особенностей. Многие родители особых детей ощущают на себе социальное давление на себя, своего особого ребенка и даже на всех остальных членов семьи. Общество хочет, чтобы их особый ребенок был бы как все. Родители волей-неволей сравнивают своего ребенка с другими детьми, и такое сравнение имеет негативное влияние как на самих родителей, так и на особых детей. К сожалению, давление социуму избежать невозможно. Окружающие люди, за исключением тех, кто в теме, ожидают от любого ребенка определенных проявлений, и если они их не встречают, то могут начать осуждать родителей и самого особого ребенка. Иногда ситуация доходит до уровня конфликта, и эти конфликты приходится разрешать теми или иными способами. Например, особый ребенок может кричать так, что соседи думают, что родители его бьют. Или соседи знают, что ребенка никто не бьет, но его крики просто мешают им отдыхать после работы. Мы сталкивались с различными проявлениями заботы общества о семьях с особыми детьми. Например, к семье с двумя особыми детьми регулярно приходил сосед и кричал на мать, что она не умеет воспитывать детей. Поэтому они у нее орут все время. Так продолжалось, пока мама не вывела одного из сыновей к этому соседу и не предложила повоспитывать его самому. В этом случае сосед попробовал поговорить с мальчиком, убедился, что он не понимает речь и просто ушел. Больше он эту семью не беспокоил. В другом случае к семье с таким ребенком вызвали полицию. Полиция приехала, убедилась, что ребенок особый и уехала, ничего не сделав вообще. Полицию вызывали еще не один раз, но они уже не реагировали. То есть просто отметили, что по этому адресу живет особый ребенок и делать им нечего. Рассмотрение негативных последствий социального давления на родителей ребенка. Особенно, когда ребенок не соответствует общепринятым нормам развития. В этих конфликтах есть три стороны. Есть ребенок с особыми потребностями и особыми проявлениями. Есть его родители и есть все остальные. Остальные бывают те, кто мимо проходил и сделал замечание, чтобы показать родителям, что они плохо воспитывают свое чадо. На этих людей просто не надо обращать внимание. Это то, что называется не их дело. Есть остальные, которые находятся близко к такому ребенку и действительно страдают от его проявлений. Это могут быть, например, соседи или родственники. От них уже нельзя отмахнуться, потому что у них тоже есть право на отдых и на прочую нормальную жизнь. Потом есть сами родители, которые в подобных обстоятельствах живут в непрекращающемся стрессе и часто доходят до душевного выгорания и до депрессии. А со временем могут заболевать болезнями, имеющими психосоматическое происхождение. И есть, конечно, сам особый ребенок. Не надо думать, что если ребенок не понимает речь, то на него не действуют все эти конфликты. Почти все особые дети обладают очень сильной чувствительностью к эмоциональному состоянию своих родителей. И стресс, который испытывают родители, может сильно отражаться на ребенке, ухудшая его и так не очень хорошее физическое и эмоциональное состояние. Все увидели порочный круг, из которого нет выхода? Поведение ребенка провоцирует конфликт в обществе. Конфликт ухудшает душевное состояние родителей. Их плохое душевное состояние ухудшает состояние ребенка. А значит, и его поведение. Есть ли возможность все-таки разорвать этот порочный круг? В большинстве случаев существуют те или иные решения, годные и для самого ребенка, и для семьи, и для соседей. Но они индивидуальны и различны, как различные и сами особые дети. Иногда родителям удается самим найти решение самых тяжелых проблем. А иногда им приходится обращаться за внешней помощью. Некоторым родителям тяжело это сделать. Кому по причине ложной скромности, кому по другим причинам, включая финансовые. Это ошибка. Нужно понимать, что в большинстве случаев проблемы не рассасываются самостоятельно, а зачастую имеют тенденцию усугубляться. И чем раньше вы найдете помощь в решении ваших проблем, тем меньше ущерба будет нанесено как вам самим, так и ребенку. Очень важно для родителей начинать искать качественную помощь, как можно раньше. Зачастую удается решить проблему в корне и избежать большинства неприятностей. Нам удалось помочь сотням детей с проблемами развития, и результаты вызывают изумление. Посмотреть документальные видео про то, что стало с детьми, а также отчеты родителей, можно на нашем сайте brdavid.com, а также на YouTube-канале по тегу brdavid. Как я уже сказала ранее, многие особые дети не имеют достаточно качественных коммуникаций, ни с родителями, ни со специалистами. Качественными коммуникациями я называю те коммуникации, которые будут в ребенке интерес и побуждают его к обучению. Из-за этого недостатка многие дети имеют развитие слабее, чем могли бы иметь в соответствии со своими физическими возможностями. Роль родителей в развитии особого ребенка очень велика. Они являются для него самыми важными людьми в мире, даже если он это не всегда проявляет внешне. И они имеют на него самое большое влияние. Задача родителей – дать возможность ребенку наилучшим образом реализовать его потенциал. При этом не надо забывать и о самих родителях. У них тоже есть право жить и быть счастливыми. Баланс между этими двумя задачами очень важен, потому что мы видим обе крайности, и ни одна из них не дает хорошего результата. Итак, основные ошибки, которые могут совершаться родителями особых детей. Во-первых, это отрицание наличия проблемы. Во-вторых, преувеличение или преуменьшение проблем ребенка. В-третьих, неадекватные ожидания, которым ребенок не может соответствовать. И следующее, неадекватные ожидания от себя, забывание того, что родители тоже живые люди, могут уставать, расстраиваться и так далее. И, наконец, неучитывание потребностей других членов семьи, например, если в семье есть другие дети. Бывает также неадекватный уход за ребенком, например, пренебрежение гигиенной полости рта, приводящей к кариесу и проблемам с пищеварением. Вещь на самом деле страшная, если ребенок невербальный. Также может быть отказ от постановки границ, забаловывание ребенка, то есть ребенок, скажем так, садится на шею. На самом деле, все те же ошибки могут совершать родители нормотипичных детей, только особые дети страдают от них сильнее. Мы – это Центр еврейской медицины БРДВИД. Еврейская медицина – это вид комплементарной медицины, сочетающий естественные методы из альтернативной медицины, реабилитологии и конвенциональной медицины. Благодаря такому сочетанию мы достигаем невероятных результатов восстановления больных с хроническими заболеваниями и состояниями. Среди них все виды задержки развития у детей, такие как аутизм, раса, ДЦП и многое другое. Мы успешно сочетаем методы реабилитации, оздоровления и методы развития. Нас можно найти по адресу brdavid.com. Я хочу пожелать всем родителям особых детей быть как можно более осознанными в воспитании своего ребенка. Изучайте его возможности, изучайте его проблемы, изучайте существующие методы помощи таким детям. Это поможет вашему ребенку достичь максимальной реализации его потенциала, а родителям это поможет не сойти с ума от всего этого стресса и отчаяния. Спасибо за то, что вы посмотрели наше видео. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк.